Наконец-то можно перевести дух. Томас наш. Украинское православие вернулось в свое исходное, независимое состояние и теперь уже остался чисто технический вопрос. Утвердить того, в чьи руки этот Томас ляжет. Но все, что надо было решить вне Украины, уже решено. Чем ближе становился этот момент, тем больше тревоги было за то, каким же путем Москва попытается его сорвать. В том же, что она попытается это сделать, не было никаких сомнений. Да это она и не скрывала, собственно. Мы намеренно не оглашали суть наших опасений, чтобы не добавлять нашим читателям тревоги, которую они, безусловно, и так ощущали. И тем не менее, условно это были два варианта. Либо сделать так, чтобы Вселенский Патриархат не смог принять окончательное решение, либо так, чтобы Украине стало просто не до Томаса. Откровенно говоря, на первое место мы ставили спецоперацию российских спецслужб против Вселенского Патриарха Варфоломея. По православным канонам автокефалию может дать Синод, во главе которого находится представитель церкви, а не местоблюститель. Если бы с Варфоломеем что-то случилось, то пришлось бы ждать, пока Фонар изберет нового Патриарха. А за это время многое может измениться. Так уже было во времена ОНР, когда Константинополь был готов предоставить автокефалию, но пока начались необходимые процедуры, большевики захватили Украину, и вопрос отпал уже сам собой. Пожалуй, это тот случай, когда мы никогда не узнаем, кто и как обеспечивал безопасность Патриарха, кроме его собственной охраны, возможности которой явно не хватило бы для противостояния российским паломникам. Думаю, новичок у россиян еще не кончился. Да и кроме него там хватает всякой дряни, которую можно было бы применить. Скорее всего, что-то такое предпринималось, и возможно даже не раз. Возможно, у нас появятся гражданские специалисты различных силовых ведомств, формулировка подвигов которых будет очень расплывчатой и ничего не говорящей. Но пускай тайна останется тайной. Главное то, что все сработали на отлично, и вот мы увидели результат. Полагаю, что военная агрессия против Украины в неизвестном формате была вариантом Б. Скорее всего, Москва уже понимает, что на мечтах об оккупации Украины можно поставить крест, поскольку это будет не Грузия и не Сирия. С регулярной, хорошо обученной, оснащенной армией, имеющей боевой опыт, они не воевали широким масштабом, и результат этих мероприятий не такой уж и очевидный. Но тем не менее, план был, и для его реализации как раз и подтянулись резервы и все необходимое. Но противник вынужден был сыграть раньше времени и не по тому плану, который был разработан заранее, и в результате ситуация стала развиваться совершенно другим путем. Просто вдумаемся в то, что введение военного положения в Украине и Синод Вселенского Патриархата произошли синхронно. Если бы Верховная Рада приняла первый вариант указа о введении военного положения, который должен был вступить в силу в понедельник, то синхронность стала бы абсолютной. Таких случайностей не бывает. Из этого следует то, что мы были не просто в курсе планов противника, но поломали их как в Турции, так и в Украине. Если кто еще не понял, наши пленные моряки тоже приложили к Томасу свои сильные руки. Пройдет время, мы их освободим и освободим нашу землю. Но когда будут вспоминать тот исторический момент, когда Украина сбросила с себя 300-летняя церковная ерма Москвы, будет приводиться перечень тех, кто своими самоотверженными силами и трудом, ратным подвигом сделал это возможным. Потомки уже не будут иметь ассоциации, которые сейчас есть у нас с президентом. Для них Порошенко будет стоять первым в этом списке. А рядом с ним священники, дипломаты и обязательно военные. Не знаю, станут ли известны те наши специалисты, которые отработали в Стамбуле, но моряки с трех захваченных катеров точно в нем будут. Они сорвали план Б, и теперь процесс вошел в необратимую фазу. Теперь можно повторить слова российского поэта, который знал цену этой яме. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ. Продолжение следует...